На самом деле, вот это все настоящая натуральная картинка, то есть там так выглядит закат. Это развернутая панорама пляжа Тангессон на закате. Побережье знаменита своими камнями кекурами. Однако, даже не все местные жители знают путь к нему, поэтому здесь всегда безлюдно делится своими наблюдениями Вячеслав. Фотограф-путешественник привез в Владивосток не только красоту острова Гуам, но и частичку его культурной жизни. Это было очень интересно в том плане, что сначала ты их видишь издалека, видишь, ой, это Чимора, ясно. И когда ты общаешься с ними лично, то есть настолько добрых, настолько душевных, в то же время спокойных и с огромным чувством собственного достоинства людей просто поискать. Особенно вот мне, как русскому, наверное, я не очень привык к такому, а даже как к Владивостокскому человеку, я не очень привык к такому размеренному, медленному ритму жизни. Серия черно-белых и цветных фотографий этой жемчужины микронезии создавались в период с 2015 по 2016 годы. Гуам, известный прежде всего как курорт и популярное пляжное направление, предстает в совершенно новом свете. На фоне великолепной природы и удивительных закатов, культурная и повседневная жизнь древнего народа Чимора, населявшего остров с незапамятных времен, выглядит предельно кинематографично. Жизнь начинается где-то только после пяти-шести часов вечера, когда уже солнце ниже, становится не так жарко. И недаром говорят, что Гуам – это остров прекрасных закатов. Каждый раз, когда намечается красивый закат, чиморцы сами выходят на берег океана, барбекю, стульчики и сидят просто любуются, как вспадает жара, как горит небо. Вячеслав Фурошов – фотограф и путешественник из Владивостока. Он в своем творчестве стремится показать дух и энергетику разных мест нашей планеты и своего родного края. Особое место в творчестве Вячеслава занимает морская тематика и жизнь людей возле моря. Его работы шикарны, в том плане я сам не фанат именно черно-белой съемки, наверное, потому что я не видел качественную, потому что увидев его съемку, мне действительно понравилось. Плюс, ко всему прочему, это действительно интересно, это некий самобытный народ и Вячеслав в процессе открытия, ну, как в целом мы общаемся, он рассказывает о каждой картине, и каждая картина действительно уникальна. С Гуам Вячеслав привез много интересных историй и наблюдений. Например, оказывается, чтобы узнать социальное положение представителя Чамура, стоит взглянуть на бусы из ракушек на его шее. Чем украшения больше, тем выше статус человека. На Гуам я вообще хочу лет пять уже как съездить, но атмосфера вообще отличная, фотографии сделаны качественно, реально чувствуется атмосфера этого острова. Кстати, фотограф рассказывает, что за время нахождения на Гуам встретил довольно много российских туристов. Потихоньку экзотическое место начинают распробовать и жители Дальнего Востока. А если есть желание посетить остров, но пока нет возможности, то для начала можно сходить на выставку и хотя бы через фото ощутить дух Гуама. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.